На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили текущую ситуацию на рынке труда в республике. Количество безработных по сравнению с августом снизилось вдвое. Безусловно, на цифры влияет и положение в экономике. Если производство, сфера бытового обслуживания работают, то и цифра безработных снижается. Так случилось и на республиканском рынке труда, когда в августе был скачок. Сейчас ситуация нормализовалась. На сегодняшний день численность безработных составляет 15 тысяч человек. В текущем году при плановых значениях трудоустройства не менее 30 740 человек в настоящее время удалось трудоустроить 38 089 человек. Из них на постоянные рабочие места, немногим более половины трудоустроены 50,2 к общему количеству трудоустроенных. Немногим менее половины трудоустроены на временные рабочие места, то есть на тот период, пока граждане находятся в поиске постоянной работы. Снижение напряженности на рынке труда способствовали дополнительные меры поддержки. В соответствии с федеральным законом в стране начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение пенсии. В этом году пенсию назначат женщинам в возрасте 55,5 лет, мужчинам в возрасте 61,5 года. Кроме того, люди, воспитывающие четырех детей, начнут получать пенсию с 56 лет. Также с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3 процента. На 2021 год стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 6 044,48 рубля. Среднее увеличение по Чувашской республике составило 848 рублей. И вот после повышения размер пенсии у неработающих пенсионеров по старости, кто получает, составляет 15 533 рубля. Еще одной темой обсуждения стали новогодние корпоративы. В условиях пандемии была рекомендация Роспотребнадзора их не проводить. Однако некоторые владельцы кафе и ресторанов все же рискнули это сделать. Олег Николаев призвал максимально жестко отреагировать на факты нарушения. Другие предприятия общественного питания, видя вот такое нарушение со стороны отдельных участников рынка, задают правомирный вопрос. Почему одним можно, а другим нельзя? Вот в связи с этим, еще раз, коллеги, вот обращаюсь прежде всего к предприятиям общественного питания, к собственникам, к менеджменту. Ну, говорю, коллеги, давайте мы будем все-таки благоразумны. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.